Коррекционная школа и ограниченные возможности здоровья сегодня не препятствия на пути к полноценной жизни. Своими успехами это подтверждают активисты и организаторы проекта «Спорт Инк». Вместе с командой мы организуем инклюзивное спортообразование. Это сейчас очень актуально во всем мире. И детей социализируют в обычной секции, внедряют в обычной спортивной секции детей с особенностями. Конечно, не все особенные дети смогут участвовать в этих секциях, но по большому счету. И можно внедрять тех детей, которые даже имеют диагнозы инвалидности. В современном обществе особенным детям не хватает социализации в нормальной ячейке. Реализация проекта «Инклюзивный спорт» позволяет им взглянуть на мир другими глазами, дает возможность подросткам полноценно развиваться. У многих родителей действительно есть большое желание, потребность в социализации детей, в том, чтобы, когда они уже станут взрослыми, им было легче социализироваться, им было легче жить в таком норматипичном обществе. И я абсолютно уверена, что занятие спортом однозначно помогает в этом. Они учатся как-то контролировать себя, контролировать свою агрессию, контролировать поведение в своей работе в паре с товарищем. Причем не просто в паре, даже не с товарищем, а противодействовать другому, то есть сопернику. То есть как-то, ну, в первую очередь, да, самоконтроль. О положительном влиянии спорта на здоровье, формировании характера и силы духа известно давно. В данном случае, помимо столь важной коррекции, в процессе инклюзивного взаимодействия социальную адаптацию получают не только дети с особенностями развития, но и без таковых. На сегодняшний день у нас дети наши, они аккумулируются в своих группах. Их закрывают в определенные группы. Вот если у тебя есть особенности, ты, значит, будешь сидеть и заниматься здесь. Вот иди в эту группу с особенностями. Мы как раз пытаемся сломать этот стереотип, что дети могут развиваться не только в этих группах. Ольга Рико привела своего сына на занятия год назад. За это время положительную динамику развития заметили не только близкие люди, но и учителя. Меньше агрессии у ребенка. Стремление к сверстникам, опять же, он развивается и старается быть выше, чем может. Чтобы обеспечить нахождение особенных детей в спортивной секции наравне с другими участниками, организаторы проекта при поддержке родительского сообщества привлекают спонсоров, которые оказывают содействие в развитии, приобретают для клубов необходимый инвентарь и снаряжение. В нашем административном округе города Ренцова уделяется очень большое внимание развитию детского и юношеского спорта. Мы всегда готовы оказать содействие и понимание развития этого. Это очень важно, потому что дети, когда занимаются спортом, они становятся крепче, здоровее и сильнее. А дети – наше будущее. Для занятий тхэквондо детям подарили травмобезопасные боксерские мешки, лапы, защиты и иное оборудование. Помимо этого, есть определенные требования к тренерам. Тренер, который у нас ведет эту группу, как и все другие, которые с такими детками занимаются, они должны иметь специальное образование, то есть специальный сертификат, квалификацию, которая позволит ему заниматься с такими детьми. За полгода существования проекта «Инклюзивный спорт» добился определенных успехов и принес положительную динамику в развитии детей. На сегодняшний день ребята с определенными ограничениями по здоровью получили возможность заниматься тхэквондо и баскетболом. В ближайших планах подключить секции по гимнастике и футболу.